МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа «Совет моего дома». Мы обсуждаем самые острые коммунальные вопросы, о которых невозможно молчать. Находим пути решения и оказываем реальную помощь. Как не растеряться, если вы столкнулись с произволом и беззаконием в сфере ЖКХ, написали десятки писем с криком о помощи, но разрешения своего вопроса так и не добились. Мы поможем, научим, объясним. Совет моего дома решит проблемы вашего. О самых наболевших коммунальных темах мы говорим на страницах в социальных сетях. Вот один из самых популярных вопросов. Как управляющая компания должна выстраивать работу с Советом дома? Должна представлять акты выполненных работ по итогам месяца, должна приглашать на осмотры представителей Совета дома, должна, в конце концов, приглашать на снятие показаний приборов учета и так далее. То есть все четко расписано. Если этого не делается, значит управляющая компания в принципе не хочет вообще взаимодействовать с Советом дома и со всеми собственниками. В случае, если вы обратились в управляющую компанию по какому-то факту и не получили ответа, то ваши следующие действия – обращение в Государственную жилищную инспекцию с жалобой. Значит, в этой жалобе вы конкретно должны написать, какое нарушение делала управляющая компания, какие работы она не выполнила, что она нарушила. Почему? Потому что если вы напишите в целом, что управляющая компания плохо работает, то Государственная жилищная инспекция не имеет права начинать проверку деятельности управляющей компании, потому что нет конкретного факта нарушения. То есть вот с этой жалобой вы можете обратиться в Государственную жилищную инспекцию либо письменно, либо по системе ГИС ЖКХ, либо через госуслуги. И дальше уже Государственная жилищная инспекция принимает решение, что сделать. Вы провести проверку, предостережение высказать управляющей компанией для того, чтобы исправить то, на что жалуется собственник. Большинство обращений горожан, которые ежедневно фиксируют муниципальный центр управления Самары, касаются благоустройства детских и спортивных площадок, ремонта внутренних коммуникаций многоквартирных домов и обновления внутриквартальных проездов. К примеру, жители 103-го дома по улице Мариса Тореза в администрацию советского района обратились с просьбой починить проезд через арку и установить дополнительные парковочные карманы. Обращения самарцы отправили через социальные сети, и помощь не заставила долго ждать. Как решался коммунальный вопрос в советском районе города, расскажем в нашем сюжете. Прокатиться на самокате, велосипеде и без проблем припарковать авто теперь могут жители 103-го дома по улице Мариса Тореза. Еще год назад на этой территории располагался незаконно установленный гаражный массив, рассказывает житель советского района Владимир Ксенофонтов. Но после коллективного обращения в районную администрацию, несанкционированные объекты демонтировали, а затем по просьбе жильцов обновили прилегающие к дому пространства. Результат нас полностью устраивает. Отреагировали быстро, приехали сразу же, начали производить работу. Специалисты провели работу по укладке асфальта, обновлению бордюрного камня, отремонтировали проезд через арку и сделали дополнительные парковочные места. У 103-го дома по Марису Торезу появились тротуары. Обращения с просьбой провести необходимые работы по обновлению территории жители составили коллективно и отправили в районную администрацию через социальные сети. Обращений очень много поступает. Много отделов администрации, много разных направлений. Административная комиссия, отделы ЖКХ, благоустройство отделов. В будущем году с наступлением теплой погоды житель планирует высадить в газонах цветы и новые деревья. В районной администрации обещали помочь с черноземом. Еще одной обновленной и благоустроенной территории стало больше в Куйбышевском районе города. На улице Лепеговская 3 завершилось строительство детской площадки по губернаторскому проекту содействия. О том, как проходило благоустройство, значимого для жителей района пространства, смотрите в нашем следующем сюжете. Еще несколько месяцев назад детская площадка по улице Лепеговской 3 была в изношенном состоянии. Когда-то, рассказывает Оксана Судакова, здесь играли ее дети и собирались малыши из соседних дворов. С течением времени турники, качели и лавочки пришли в негодность. Тогда жителям Куйбышевского района пришла идея обратиться в районную администрацию с инициативой принять участие в губернаторском проекте «Содействие». Я думаю, что это важно, потому что если не мы, то кто? Большое спасибо и жителям активным нашего микрорайона, и нашей администрации Куйбышевского района за такой вот проект. Детскую площадку отстроили с учетом пожелания жителей. Представленный проект обсуждался совместно с подрядчиком и районной администрацией. Итогом плодотворной работы стала яркая, интересная и, самое главное, безопасная детская площадка. Выглядеть стал иначе и двор. Здесь установили новые лавочки и урны. Результатом остались довольны все принимающие участие в благоустройстве стороны. Главная рекомендация – это обратиться в свою районную администрацию. Каждая администрация прекрасно знает, какой пакет документов необходим для участия в программе «Содействие». Здесь можно в условиях выделения финансирования и прохождения конкурса выбрать все, что хотят жители. Но, конечно, в первую очередь это все-таки должно быть и безопасное, и подходящее для двора оборудование. Теперь долгие годы современная безопасная детская площадка будет радовать местную детвору. Это лишь два примера благополучного разрешения проблемных коммунальных вопросов, поступающих от жителей города. В копилке телеканала «Самара ГИС» еще очень много тем, которые приходят от самарцев через группу ВКонтакте. Мы расскажем обо всем подробно в следующих выпусках программы. И вместе с экспертами ЖКХ расставим правильно знаки припинания в предложении «Решить нельзя оставить». Смотрите эксклюзивный проект на телеканале «Самара ГИС» и помните, совет моего дома решит проблемы вашего. С вами была Ольга Павлова. До встречи.